Сегодняшнее видео посвящено сборке аккумуляторного опрыскивателя. Показывать буду на примере модели штурм GS8216BM. От аналогичного штурм GS8216B сей аппарат отличается наличием ручного насоса. Итак, давайте разбираться с чем суждено столкнуться владельцам такого устройства. Из коробки вы все достанете вот в таком виде. Опрыскиватель как бы собран, но по факту нет. К нему еще надо приложить руки. Вот и первый нюанс. Как правильно приладить рычаг под качки к механической помпе. Многих это ставит в ступор и чего тут только не придумывают. На самом деле все очень просто. Для удобства укладываем аппарат горизонтально. Открываем вот этот лечок. Далее устанавливаем рычаг и чтоб он не выскочил, фиксируем стопором. В самом рычаге для этого просверлено небольшое отверстие. Далее присоединяем тягу. Еще один важный момент. Если заряда аккумулятора вам не хватило и он сел, а вы собираетесь завершить начатое, во что бы это ни стало, предварительно перед использованием ручного насоса не забудьте перекрутить шланг вот сюда. А внизу установить колбачок-заглушку. Нижнее подключение шланга актуально только при работе от аккумулятора. Теперь прикручиваем трубку распылителя к пистолету. Тут и вовсе нет ничего сложного. Однако не забывайте в местах сопряжения проверить наличие уплотнительных колец, дабы не было течи. Трубка на опрыскиватель телескопическая. Ее можно регулировать по длине. Устанавливаем насадки-форсунки. Включение аппарата происходит за счет пусковой кнопки, либо за счет регулятора. Разница в том, что в первом случае давление будет максимальным. А вот во втором давление можно плавно регулировать от минимального и дальше. Такая функция пригодится при обработке хрупких растений. Закрепляем лямки. Тут важно все сделать по науке, дабы однажды опрыскиватель не ушел самостоятельно на недолгий полет. Одна лямка остается свободной и крепится незатейливо. А вот вторую лучше закрепить так, как показано на экране. Замечу, пластмассовый крюк лямки цепляется в верхней части уха. В этом случае лямка будет надежно закреплена. Ну что ж, опрыскиватель готов к работе. Спасибо за просмотр и всем продуктивной работы.